Всем привет! Друзья, в этом видео я вам подробно расскажу и покажу, как приготовить натуральный домашний томатный сок. Сок по этому рецепту получается очень вкусным, и я вам обещаю, такой сок сможет приготовить каждый, даже если у вас нет соковыжималки. Напишите мне в комментариях, любите ли вы томатный сок и что вы думаете о таком рецепте. Обязательно ставим лайки и, конечно же, не забываем подписаться на канал. Ну что ж, начнем готовить! Для начала я подготовила все помидоры. Я их хорошенько помыла, для удобства их поразрезала на две части. И теперь с помидором нам нужно получить сок. Я это буду делать с помощью своей помощницы соковыжималки. Если у вас нет соковыжималки, не расстраивайтесь, сок все равно у вас получится. Все помидоры вы можете перекрутить через мясорубку или перебить погружным блендером и потом уже полученную массу хорошенько перетереть через сито. И у вас получится замечательный чистый сок. И вся вот мякоть, косточки, это все останется в сите. Конечно, на это вам понадобится чуть больше времени. Итак, из помидоров сейчас получаю сок. Вот такой, друзья, у меня получился чистый, однородный, натуральный томатный сок. У меня было 7 килограмм помидоров. Чистого сока у меня получилось 6 литров 100 миллилитров. В этот раз помидоры попались очень сочные. Весь сок я перелила в кастрюлю. Кастрюлю с соком поставила на плиту. И теперь сок нужно хорошенько закипятить. Периодический сок буду хорошенько вот так вот перемешивать. Сок у меня потихоньку начинает закипать. Сверху появилась пенка. Эту пенку я буду убирать. Сок у меня хорошо закипел. Смотрите, друзья, в сок вы можете совершенно ничего не добавлять. Можете закрыть его в баночке в таком вот чистом виде. Но мне нравится немножко добавить соли, сахара, пряностей. Нравится, чтобы сок был немножко таким вот пряным. Поэтому на этом этапе в сок я добавляю лавровый лист, перец душистый горошком и перец черный горошком. На 1 литр сока я добавляю половинку лаврового листа, 1 душистый перчик и щепотку перца черного горошка. Вот так вот все сюда отправляю. Добавляю сахар. На 1 литр сока я добавляю 1 чайную ложку сахара и добавляю соль. На литр сока я добавляю пол чайной ложки соли. Но, друзья, я вам хочу сказать, что здесь все индивидуально. У каждого разные помидоры, у каждого разные вкусы. Вот так вот вы все добавьте в сок, попробуйте его по вкусу и если посчитаете нужным, по желанию, добавьте еще соль, сахар по своему вкусу. И теперь с этого момента сок я проварю на небольшом огне 15 минут. Сок я проварила и теперь шумовкой достаю вот лавровый листик, перец душистый горошком, достаю тот, который вот вижу. Если какой-то перчик останется, ничего страшного. Баночки с крышечками я уже заранее простерилизовала. Горячий сок разливаю по баночкам и закрываю закаточными крышечками. Весь сок я закрыла в баночке. Баночки с соком я перевернула крышечками вниз, укутываю их в полотенце, в одеяло и оставляю в таком виде до полного остывания. Вкуснейший томатный сок на зиму готов! Из указанных ингредиентов у меня получилось 5 литров и приблизительно 450 миллилитров сока. Друзья, вы только посмотрите какой чудесный получается сок. Он очень вкусный, такой вот слегка пряный. Холодной зимой выпить стаканчик такого вкусного натурального томатного сока то, что надо. Сейчас я вот налью в стаканчик, покажу вам. Посмотрите, ну не красота ли? И как вы убедились сок готовится легко и просто и такой сок получается намного намного вкуснее магазинного. А я надеюсь вам понравился рецепт приготовления сока и вы его приготовите. А с вами была Анташа Пархоменко. Смотрите мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного аппетита, всем пока и до новых встреч!